Путешествие из Тивата в Москву для пассажиров борда, который сегодня совершил экстренную посадку в Калуге, заканчивается с многочасовым опозданием. Пункт назначения людей отправляют на автобусах. Те, кто опаздывал на стыковочные рейсы, сразу уехали на такси. Самолёт авиакомпании «Мотенегро» «Эйрландс» по-прежнему на полосе аэропорта Калуга. Что происходило на борту перед посадкой, пассажиры описывают по-разному. Всё было спокойно. Спокойно экипаж действовал. Грамотно, выучено. Почувствовали некоторые уклоны самолёта и всё. Очень экстремально садились, как бы просто пережили шок. Самолёт «Черногорская» авиакомпания летел по маршруту Тиват-Москва. Однако во время снижения первому пилоту стало плохо, и он потерял сознание. Об инциденте на борту диспетчерам доложил второй пилот. Именно он взял на себя управление самолётом и посадил борт в Калуге. Взлётно-посадочная полоса этого аэропорта способна принимать воздушные суда типа «Аэрбаз-321», «Боинг-737-800». «Фокер-100», летевший из Черногории, был классом ниже и спокойно приземлился в небольшом аэропорту. Аэропорт, получив данное сообщение, выполнил все технологические требования, инструкции, обеспечил приём воздушного судна, обслуживание пассажиров, прохождение таможенных пограничных вопросов. Пилота доставили в Калужскую областную клиническую больницу. Там пациенты осмотрели и провели необходимые исследования, анализ крови, УЗИ и МРТ. По словам врачей, пилот сказал, что устал. Именно в этом медики видят основную причину потери сознания. Мы дожидаем все результаты клинических исследований. Сейчас будут приходить внутрикновые исследования и по результату проведён консилен. Однако первую помощь пилоту оказал не медик на вопрос юардесса, а если на борту врач руку подняла 19-летняя студентка, которая учится по экономическому направлению. Девушка проходила курсы оказания первой медицинской помощи в Швейцарии и этого знания оказалось достаточно, чтобы она уверенно прошла в носовую часть самолёта и там оказала пилотам необходимую помощь. По словам девушки, первые 10 минут пилот не мог разговаривать и назвать своё имя. Перевернули его на бок, чтобы он не заглотнул язык. Так как он очень сильно потел, сделали всё для того, чтобы охладить немного шею, потому что у него был очень жар, можно так сказать. Вот его начало трясти, мы дали ему две таблетки. По мере давления, померили пульс, посадили, постоянно разговаривали. В авиакомпании уже заявили, что опасность пассажирам не угрожала. Экипаж действовал чётко по инструкции. Безопасность пассажиров и экипажа ни в какой момент не была поставлена под угрозу, потому что экипаж черногорских авиалиний был подготовлен к подобным ситуациям и имеет навыки для работы в подобных ситуациях. Останется ли пилот пока в Калуге непонятно. Экипаж лайнера дождался двух дежурных пилотов. Они должны отпилотировать самолёт в Черногорию. Продолжение следует...